Это тема дня, эфир сегодняшний продолжаем. Администрация Краснодарского края и региональный центр поддержки и предпринимательства запускают серию лекций в Clubhouse. Официальная комната центра поддержки и предпринимательства «Мой бизнес» уже начала там свою работу. Там прошла первая лекция, участники эфира обсудили управленческие ошибки и подробно поговорили об историях бизнес-неудач и способах их преодоления. Также участники обсудили и меры государственной поддержки. Первый прямой эфир провели заместитель руководителя центра «Мой бизнес» Марина Айропетян, инвестор и предприниматель Гургена Таян и бизнес-консультант Василий Жабин, а также заместитель начальника управления малого и среднего предпринимательства Краевого департамента инвестиций и развития МСП Александра Целищева. Александра Юрьевна со мной сегодня в студии, с ней подробно о первом таком опыте и поговорим. Александра, здравствуйте, я вас приветствую. Добрый день. Ну, такая модная площадка, да, вот Клабхаус была выбрана, я думаю, не случайно, да. Расскажите, почему и как прошла первая сессия, все ли задуманное удалось воплотить в жизнь? Департамент инвестиций, администрация края стараются всегда идти в ногу со временем и использовать также современные новые площадки для коммуникации с бизнесом и с жителями Краснодарского края. И так как эта площадка распространяется на всю Россию, то и участниками Клабхауса могут также стать жители других регионов. И, наверное, послушав о том, как реализуется бизнес, какой бизнес-климат в нашем регионе, может быть, также заинтересуется о переезде в наш регион. Давайте подробно расскажем о той теме, которую департамент выбрал для первой лекции, и почему именно на ней решили остановиться. Первая тема была посвящена, как уже сказали, ошибкам в бизнесе в первую очередь. И она носила больше, наверное, ознакомительный характер. Мы хотели понять настроение аудитории, которые участвуют в Клабхаусе, как они активно готовы обсуждать те или иные проблемы. И бизнес-тренеры, и наши активные предприниматели, они рассказывали в первую очередь, делились своими ошибками, как раз стимулируя участников беседы, также рассказывать и о своих каких-то ошибках, неудачах в бизнесе. Так как, наверное, один из топ-факторов, в принципе, когда человек принимает решение заниматься бизнесом, это также являются ошибки. И вот поэтому первая тема, которую мы посвятили совместно с Василием Жабиным, была именно рассмотреть ошибки, может быть, здесь как-то именно помочь, побороть страхи их совершать. Василий Жабин с нами прямо сейчас по видеосвязи, как вы его назвали, идейный вдохновитель всего этого мероприятия, консультант, модератор лекции. Василий, здравствуйте, мы вас приветствуем. Василий, мы, к сожалению... Так, здравствуйте. Первый вопрос, этот же самый, что и Александра задала только что, хочу и вам адресовать. Почему именно Клабхаус выбрали? Потому что модно это сейчас или не только поэтому? Ну, безусловно, сейчас площадка такая трендовая, можно сказать, да, и большое количество людей приходит на эту площадку. Поэтому решили просто попробовать тот формат, который позволяет площадку создавать. Ну, и, собственно говоря, основная идея по созданию эфиров, проведению эфиров, она больше стоит в уменьшении расстояния коммуникации между предпринимателями, между, собственно, консультантами, инфраструктурой государственной поддержки. То есть такие фокус-группы, которые можно собирать быстро, эффективно, и получать какой-то результат. Ну, насколько я понимаю, вы в этом вот как раз и убедились, да? Как в целом оцениваете первый опыт? Все ли получилось на первой сессии? Вот как раз эта эффективность, так скажем, оперативной связи, получилась она? В отношении оперативной связи соглашусь. Я думаю, что получилось. С точки зрения того, как бы хотелось и как есть сейчас, есть к чему стремиться. Ну, а если коротко... Куда двигаться по аудитории, становилось шире. Это раз, да? Это первое, что сегодня стоит на повестке. В целом, да. То есть расширение аудитории и сокращение коммуникации. Такие первостепенные задачи. А то, что будет наполнять контент этих эфиров, это и экспертные какие-то лекции, да, экспертные позиции, это разборы предпринимательских кейсов, какие-то ответы на вопросы и так далее. Ну, давайте, Василий, проанонсируем, что мы называем, что это первая лекция, да, что теперь такие лекции, это будет регулярное мероприятие. Расскажите, когда можно будет к ним подключиться, кому и как? Действительно, да, мы хотим делать такие совместные эфиры регулярно. Они будут проводиться предварительно каждый четверг в 8.30 вечера. Доступ у всех, у кого есть доступ к площадке Clubhouse, они могут подписаться либо на телеграм-канал, соответствующий названием «Мой без Кубань», либо на любого из модераторов, участников беседы и будут получать в свое время уведомления про введение этих эфиров. И, по сути дела, это еще один инструмент, который должен помочь нам повысить эффективность коммуникации, всегда, как мы с вами сказали. Это основная цель, понятно. Василий Жабин, спасибо. Василий, бизнес-консультант, модератор лекции, присоединился к нашему сегодняшнему разговору. Александр, ну что касается будущих лекций, да, старт дан. Уже есть в планах у департамента, ну, быть может, перечень тем, которые обязательно нужно осветить в рамках такого общения? Как сказала Василия, наша стоит первостепенная задача – это сформировать, наверное, ту аудиторию, которая будет участвовать в данных лекциях, в данных эфирах. И благодаря по краске телеграм-каналу мы планируем еженеделье, в начале недели делать некий опрос, и мы хотим получать запрос все-таки от слушателей, какая тема им интересна, потому что здесь очень важна, наверное, такая вот именно обобщенность и те наши возможности, которые мы можем дать, инструменты и ту информацию, которую мы можем дать, и вот потребность от слушателей, которая им необходима в данный момент, и та тема, которая была интересна. Поэтому сейчас мы еще работаем как раз с темой, которая будет в ближайший четверг эфира, и также мы запустили опрос, какая будет тема интересна. Может быть, мы сделаем более подробными на разбор ошибок, потому что, как я уже сказала, первый эфир был более такой вводный, и мы обобщенно говорили, но, как сказал Василий, нам есть к чему стремиться, мы понимаем, что обобщенная тема, она была, ну, больше, так говорю, наносила охват понимания, восприятия аудитории, как они идут на контакт. И здесь уже мы хотим все-таки подобрать более конкретные кейсы и пообщаться с предпринимателями, конкретно у кого уже будет желание рассказать о своих либо ошибках, либо проблемах, и уже разобрать конкретные бизнесы, конкретную ошибку. Ну, тем не менее, если по стопам первой сессии, первой лекции идти, вот что касается ошибок, какие чаще всего озвучивали на этой лекции бизнесмены, может быть, какие вопросы они задавали в рамках этой сессии? Каждый из участников и каждый из экспертов, они определяли для себя свои категории ошибок, и, наверное, можно сказать, что большинство пришло к тому, что есть финансовые ошибки, есть управленческие и, как сказать, имиджевые ошибки, когда именно какое-то решение приводит все-таки к репутационным рискам, после чего уже в дальнейшем тяжело выстраивать дальнейшие взаимоотношения с бизнес-партнерами, либо с непосредственно клиентами, кто приобретает вашу продукцию. Также один из участников делился, к примеру, финансовыми ошибками, которые привели к потере определенной суммы денег в прошлом году. Площадка, к сожалению, не дает полного разбора, потому что у каждого кейса нужно все-таки досконально и углубленно изучать конкретный случай, но все-таки ошибки, они носят такой именно типичный общий характер у большинства, и здесь мы хотели именно дать мнение экспертов и рассказать в первую очередь именно практиков предпринимателей, которые уже, можно сказать, достигли определенного уровня в данной сфере, о том, что да, они совершали ошибки, да, эти ошибки были, но в дальнейшем они их перешагнули и смогли дальше уже заниматься бизнесом. Вот я надеюсь, свои ошибки уже перешагнул следующий наш спикер Евгений Коровкин. К нашему разговору присоединяется, бизнесмен-консультант в сфере ресторанного бизнеса, участник как раз-таки первой сессии официальной комнаты Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Евгений, здравствуйте. Добрый день. Ну, что касается ошибок, вы свои какие-то озвучивали? Да, озвучивал, и вообще хочу сказать пару слов по поводу самой площадки. Действительно, очень актуально на данный момент, в свете коронавируса, локдауна, все сидят по домам, и, в принципе, очень удобно можно общаться с людьми и со всего мира собраться именно по интересам, обсудить какие-то важные вопросы. А по поводу конкретных проблем и ошибок, да, действительно, они никуда не деваются, они все те же. И я очень рад, что появилось такое программа и такое сообщество у нас, в котором мы можем обсудить это все и прийти к какому-то общему знаменателю, какие-то решения, возможно, мне дадут какие-то советы. Ну, вот, а в целом, расскажите о своих впечатлениях, поделитесь, насколько именно эта первая лекция была для вас полезна. Ну, если честно, первая была такая немножко необычная, потому что сам формат необычен, ну, для меня, по крайней мере. Я думаю, для многих участников, да, к нему еще нужно привыкнуть. Вы же не видите, да, друг друга, а только, получается, общаетесь по средствам голосовых, да, сообщений. Все верно. Ну, мы, конечно, видим аватары, да, и видим, кто именно из спикеров включает микрофон и говорит. Это, в принципе, очень удобно. Ну, какой-то визуальный контакт все равно присутствует. Можно посмотреть сразу же про человека, кто говорит в описании, что про него, ну, то, что он, конечно, пишет, чем он занимается и так далее. Проблемы, действительно, мы начали обсуждать серьезные, и даже вот первая такая тест, получается, тест-диалог такой у нас получился очень эффективный. Намного, ну, очень много интересных, новой информации. Я получил, другие спикеры узнали что-то новое, ну, и, в принципе, зрители. Очень круто, что собирается как раз аудитория, и она, в принципе, безгранична. Если интересная тема и есть интересные спикеры, то они могут там собирать и по тысяче, и по несколько тысяч человек и слушать то, что сейчас в прямом эфире у них происходит. Евгений, мы сейчас с Александрой Цельщевой обсуждали, что вот как раз департамент по следующей теме будет принимать, так скажем, запрос от предпринимателей. Вот есть ли две-три темы, которые вас сегодня волнуют в качестве предложения, озвучьте, и будете ли вы в следующих сессиях в дальнейшем принимать участие? Я точно буду принимать участие, потому что этот формат мне очень понравился. А по поводу тем, ну, очень интересно, ну, вообще, новые какие сферы развития бизнеса, в сфере вообще карантина, интересно было бы посмотреть. Далее, коммуникация между партнерами, интересно было бы, вот мы на втором собрании, мы как бы обсуждали, получается, это тоже очень интересная тема. Ну, и остальные такие же, как бы, как и всегда, там, как повысить эффективность продажи и так далее. Спасибо вам большое, Евгений. Евгений Коровкин, бизнесмен, участник первой сессии, был с нами на связи. Александра Юрьевна услышала, да, как представитель департамента, уже, наверное, галочку себе поставила, и в департаменте все эти предложения будут учтены. А вообще, в целом, какую ответную реакцию в департаменте ожидаете от участников? Ну, вот одного из них мы сейчас услышали, да, от участников, быть может, от самих спикеров. Что это? Будет ли какая-то обратная связь, или, быть может, какой-то еще дополнительный чат? Ну, это вот как мое предложение, да, будет создан по поводу того, где можно будет, допустим, ту же самую тему для следующей лекции предложить. Один из каналов продвижения об эфирах, как мы уже говорили, создан телеграм-канал «Мой бизнес в Кубани», где мы, во-первых, вывешиваем анонсы, и есть возможность, и размещаем новую информацию о бизнесе, о новых тенденциях, где также есть возможность комментировать и обсуждать. И задача, одна из задач миссии проведения лекции, но для меня это все-таки больше общение, живое общение между инфраструктурой, властью и бизнесом. И здесь собираются таких три главных игрока, которые формируют бизнес-климат в нашем регионе. И здесь возможность, как уже говорила Василия, прямого диалога, где предприниматели могут рассказать о своей проблеме, услышать мнение от практиков бизнесменов, экономистов, бизнесменов, которые могут ему помочь советам именно в прикладном формате. И также здесь есть представители госструктур, которые могут госвласти в лице департамента, которые либо могут сориентировать на меры господдержки, которые предпринимателю могут помочь, либо какими-то именно решениями, советами или действиями также помочь решить эту проблему. И также, так как в данных комнатах, в эфирах принимают участие предприниматели с активной позицией, то очень часто именно высказываются пожелания, изменения. И мы планируем благодаря таким площадкам также модернизировать наши услуги, которые реализуются фондами инфраструктуры поддержки. Ну а что касается эффективности, о ней можно судить, наверное, и по тому факту, что уже некоторые регионы наш вот такой опыт в таком формате общения перенимают, да? Да, если посмотреть практику, то похожие инфраструктуры, вот центры мой бизнес, они созданы по всей России, также перенимают практику. И видишь в новостных лентах, что постепенно вот в марте уже анонсируют выходы тоже эфиров комнат моих бизнесов, но уже региональных других регионов. И очень приятно, что и коллеги понимают тенденции, понимают необходимость идти в ногу со временем и общаться с жителями региона, с людьми. В таком актуальном формате, да? Да, на одном языке и в одном формате. Александр, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Напомню, в гостях у темы дня был заместитель начальника управления департамента инвестиций развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Александра Целищева. Ну и в завершении я также хочу проанонсировать. В первый день весны мы решили запустить акцию под кодовым названием «Раскачаем весну улыбкой вместе с Кубань-24». Для участия необходимо разместить в соцсетях фото улыбки вашей любимой женщины. Это может быть мама, дочь, сестра, супруга, дорогой вашему сердцу улыбающийся человек. Подпишите снимок хэштегом «Улыбнись Кубань-24» всю неделю. Мы будем собирать ваши весенние улыбки. А в пятницу, 5 марта, в рамках праздничного эфира «Темы дня» мы покажем всех участников. И еще добавлю, уже принимаем все поздравления с 8 марта на наш номер WhatsApp. Озвучим все их также в пятницу в преддверии праздника. Кстати, фото улыбок также можно к нам на WhatsApp присылать. Его номер, напомню, 8-918-120-60-00. И еще один анонс. Через несколько секунд озвучу, расскажу, о чем пойдет речь сегодня в программе «Через край».